В Тимаке в районе Первомайской рощи замечено маслянистое пятно. Из-за этого в Твери введен режим повышенной готовности. Наша съемочная группа выехала на место обнаружения загрязнения и пообщалась со специалистами, которые рассказали о проблеме и о мерах, которые приняты для ее решения. Масляные пятна начали появляться на Тимаке в пятницу, 5 апреля. На это обратили внимание местные жители и отдыхающие, которые записали факт на видео. Запись молниеносно разлетелась в социальных сетях. В этот же день местные власти ввели режим повышенной готовности. В постановлении на сайте городской администрации говорится о загрязнении реки Тимаке в районе Первомайской рощи. Такой режим ввел в Рио главы города Твери Алексей Жучков. В Вести 16.00 5 апреля 2024 года для органов управления и сил городского территориального звена Тверской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим повышенной готовности. Назначить ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайной ситуации первого заместителя главы администрации города Твери, курирующего вопрос обеспечения жизнедеятельности, населения и безопасности. Утверждены мероприятия по предупреждению угрозы. Последствия минимизируются. Вокруг места происшествия установили заграждение. Происходит излив из трубы ливневой канализации. Соответствующие органы они сейчас выявляют виновника. Мы установили плавучие боны, барьер. То есть две линии бонового заграждения. Одна линия непосредственно на изливе. И линия здесь по течению. Делается для того, чтобы дальше по реке нефтянка не шла. Она сейчас собирается вот в этих границах. Специалисты совершили забор проб для установления источника загрязнения. В перспективе будут организованы работы по очистке реки. Сейчас мы здесь наблюдаем. Здесь концентрация большая. То есть, ну, где-то что-то вытекает. Но это уже совершенно не то, что было, скажем так, пару дней назад. После прекращения изливания будем работать с акваторией в этом месте. Специальные нефтесборные устройства разного типа. То есть где-то что-то вырубаться будет, где-то что-то просто собираться. Также есть шансовые инструменты, обычно примитивные лопаты, которые собирают вот это вот. Тут сейчас же скопление пленки, она сейчас толстая здесь. Напомним, что в 2021 году из-за загрязнения реки Тьмаки уже возили режим повышенной готовности. Тогда в нее сбрасывали нефтепродукты. Напомним, что с 13 апреля в Тверской области стартует акция «Экологический десант». Так Верхневожье присоединяется ко всероссийскому субботнику «Зеленая веста». Каждый житель региона сможет выйти на субботник в парках, скверах, на берегах рек и озер, а также на особо охраняемых природных территориях. Губернатор Игорь Руденя неоднократно подчеркивал значимость инициатив с участием жителей региона, направленных на сохранение природных богатств Верхневожья. Эта работа ведется в том числе по национальному проекту «Экология». Редактор субботник «Экология»